Казахстанцы снова заказали наркотики по почте. На этот раз контрабанда наркотических средств пресечена в Алматинской области. Подробности в сюжете. Как бы ни боролись с оборотом наркотиков, в Казахстане их продолжают выращивать, сбывать и на этом неплохо зарабатывать. Казахстан занял восьмое место по употреблению нелегальных наркотиков. По данным аналитиков, в Казахстане почти 143 тысячи человек имеют зависимость от наркотиков. При этом в год от наркотиков в нашей стране умирает почти 800 человек. Дело в том, что наркоситуация в Казахстане обусловлена тремя основными факторами. Так называемый северный коридор, один из маршрутов наркотрафика афганских опиатов в Россию и европейские страны, пролегает через территорию нашей страны. Кроме того, в Казахстане расположена знаменитая Чуйская долина, место произрастания наркосодержащей конопли. И главное, ежегодный мировой объем незаконной продажи наркотиков оценивается в 300 или даже 500 миллиардов долларов. Видимо, поэтому ежегодный незаконный оборот наркотиков в Казахстане составляет почти 25 тонн. Казахстанцы теперь заказывают наркотики по почте. Досудебное расследование по факту контрабанды наркотических средств в особо крупном размере проводится агентством по финансовому мониторингу. Зафиксировано прибытие из-за границы в отделение ОКО с почты Ильинского района Алматинской области посылки, в которой под видом косметических средств находилось наркотическое вещество – экстракт каннабиса весом 777,4 грамма. Получателем посылки являлся гражданин радиосудимый за незаконное обращение с наркотическими средствами. В ходе обыска по месту проживания обнаружены устройства для курения наркотиков, использованные шприцы, зип-пакеты и другое. Ранее в Министерстве внутренних дел назвали наркотики, которые пользуются широким спросом среди потребителей. По данным полиции, одним из основных факторов, влияющих на наркоситуацию в стране, является наличие собственной сырьевой базы наркотиков каннабисной группы. На них приходится до 90% всех изъятых в стране наркотиков. Речь идет не только о дикорастущей каннабле Шуйской долины, но и об организованном культивировании каннабиса в центральных и южных регионах страны. Особым спросом у наркопотребителей пользуется так называемая индюха, то есть сорт индийской конопли с высоким наркоэффектом, которая культивируется на территории Казалардинской области и прилегающих к ней регионов, где сухой и жаркий климат. Общая площадь произрастания дикорастущей конопли в Жамбылской области составляет более 148 тысяч гектаров. И весомая опасность исходит от синтетики. Она дешевая, легкодоступная и основные ее потребители – молодые люди. Бауржанше Ахмед, Ахмедер, Ильясов, столичное бюро, ТДК-42.